В городском округе Люберцы проходят рейды по содержанию объектов торговли. Отслеживать состояние внешнего облика и территорию вокруг магазинов и павильонов теперь можно и с помощью мобильного приложения. Вместе с сотрудниками полиции, администрации и Косатомтехнадзора на очередную проверку отправилась и наша съемочная группа. Сетевой магазин на улице Шоссейной постоянно в поле зрения сотрудников администрации и надзорных органов. За систематические нарушения правил содержания территории на руководство торгового объекта уже дважды накладывали штраф. Очередная проверка и картина та же – горы мусора по всему периметру здания. Сбоку от магазина, в пределах двух метров от стены здания, видим навал, наброс бытового и какого-то еще мусора, видно, проводился какой-то ремонт. Навалы бытовых отходов – не единственное нарушение. Незаконная реклама на фасаде – за это тоже несет ответственность руководство магазина. Вовремя незамеченное данное объявление, вовремя не сорванное, влечет наложение административного штрафа от 10 до 50 тысяч рублей. За ненадлежащее содержание территории штраф в разы больше – от 50 до 150 тысяч рублей. Сотрудники объектов торговли обязаны следить за состоянием ближайших пяти метров. Ну, грязно, мусор, видно же, никто не убирает, плохо убирают. Часто мусорки на полу валяются, на земле валяются. Замечания жителей на улучшение ситуации не влияют. Пришлось в очередной раз наказывать рублем. Процедура привлечения к административной ответственности, можно сказать, уже запущена, нарушение зафиксировано. Будем отрабатывать данный объект, чтобы он приводил себя в порядок. Приводить в порядок заставят все объекты, которые находятся в ненадлежащем виде. Подобные рейды проходят на территории городского округа Люберцы систематически. С начала этого года уже более 50 владельцев торговых точек расплатили за свою безответственность. Работа проводится системно. Сейчас у нас разработано с помощью правительства Московской области, Министерства сельского хозяйства, мобильное приложение. На территории города Люберца внесены 635 объектов. Сотрудники администрации мониторят данные, адресные ориентиры. Ее нарушение фиксируется и дается срок на ее устранение. После устранения недостатков мобильный приложение заносится как исполненное решение и отправляется для отчета. Тем временем в округе продолжаются рейды и по выявлению несанкционированной торговли. Стихийные палатки, как правило, появляются в подземных переходах или рядом с ними. Незаконную деятельность сотрудники полиции совместно с администрацией пресекают систематически. Луиза Игасарян, Дениса Угольников, телеканал ЛРТ.